Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как будто бы новый виток какой-то потребности в специалистах. Вот в данный момент не испытывает ли отрасль вот этого кадрового голода в достаточной ли степени специалистов МАИ подготовила до этого условно? Я думаю, мы еще даже до конца не осознаем, какой дефицит будет в ближайшее время. Потому что все-таки выпуск студентов и подготовка кадров, она была зацелена ранее на определенные объемы производства. А сейчас резко стране надо будет нарастить производство импортозамещения по сути всего, что есть. Ну не всего, а где-то там Китай поможет, Азия, как-то мы справимся. Но с точки зрения авиации мы на сегодня проектируем, то есть умеем создавать самолеты. У нас есть силовые установки, но большая часть систем и радиоэлектронного оборудования, оно поставлялось из-за рубежа по многим позициям. А это, ну примерно, скажем так, процентов 30-40 от трудоемкости всего самолета. И вот эти вот сейчас 30-40 процентов мы должны где-то изобретать, проектировать, а самое главное серийно выпускать. Потому что если самолеты мы научились серийно выпускать, и опыт сухой Суперджет-100 показывает, что это нам посильная задача. Будет выпущено 230 самолетов в текущей конфигурации, и дальше, соответственно, импортозамещенные пойдут. Если на сегодня это самый массовый самолет в Российской Федерации, который производится, то с точки зрения комплектующих к нему, серию на них развернуть, это будет нереальный челлендж. То есть это прям сложная задача. Как эта сложная задача, тем не менее, реализуется? Потому что потребность, запрос, он как бы вчера. Надо было все это вчера. А сейчас условно галопом нужно наверстывать вот этот технологический какой-то пробел, собственно. Вот конкретно МАИ, что это? Как это выглядит? Хакатоны? Это не спим ночами, сидим, придумываем ученым сообществом вместе с корпорациями. Как это выглядит? Ну, здесь с двух сторон надо подходить. С одной стороны, это внедрение новых технологий проектирования производства, которые помогут сократить трудоемкость изготовления. И, соответственно, просто понадобится меньше людей для того, чтобы выпускать продукцию. Ну и второй, соответственно, увеличить выпуск кадров. В МАИ сейчас учатся около 25 тысяч студентов. В год выпускается примерно 5 тысяч студентов. И надо сказать, что не все, конечно, ранее шли в авиационную промышленность. Но сегодня, с учетом, я надеюсь, в будущем поднятия, существенного поднятия престижа этой профессии и престижа выпускать самолеты, потому что это очень круто. И, то есть, как бы, предпочтение новых специалистов будет не уйти там в телеком или войти, а пойти на заводы, строить самолеты в конструкторские КБ, придумывать самолеты. Потому что, если ты будешь видеть, что они в воздухе летают, как бы, твоя продукция, которой ты непосредственно приложил усилия, пользуется спросом у населения, понятно, что ты будешь по-другому себя ощущать. МАИ активно сотрудничает с КНАЗом, с Иркутом, в принципе, с ОАКом, да? Как это выглядит? На чем основывается? То есть, этой программы стажировок, подготовки, совместные научные исследования, много ли выпускников МАИ работает вот здесь, в Комсомольске, например? Мне сложно назвать цифры точные, сколько выпускников здесь работают. Могу сказать, что такое сотрудничество с промышленностью в научной части, оно необходимо. Потому что жизненно необходимо. Потому что просто так готовить студентов в теории, и когда он выходит из института и начинает заново учиться, ему говорят, когда он приходит на предприятие, забудь все, что ты чему научился, сейчас мы тебе покажем, как надо работать. Так вот, сегодняшние подходы, когда у нас есть достаточно большое количество коммерческих контрактов с предприятиями группы ОАК, позволяют нам уже целевых студентов и просто студентов, которые без целевого контракта учатся в МАИ, привлекать к выполнению этих проектов. Мы, по сути, вот уже на проекты, которые ведем в Комсомольском на Амуре, заводом авиационным, целевики этого предприятия уже получают у нас зарплату, они у нас трудоустроены. Помимо того, что учатся и помимо стипендий, которые к нас выплачивают, они, соответственно, уже решают эти задачи. И когда они приедут сюда, это уже будут не сферические конь в вакууме, а человек, который реально понимает, что делать и какие задачи ему надо решать. Потому что он их научился решать за время учебы. Обсуждали мы с Владимиром Николаевичем Лавровым, главным конструктором Иркута, вопрос о создании дальнемагистрального самолета российского. Как вы думаете, перспектива скольких лет создания полноценной машины, на которой легко из Комсомольска или из Хабаровска, в общем, с Дальнего Востока можно будет долететь в Москву? Я думаю, в сегодняшних условиях цифра, конечно, не очень люблю это все прогнозировать, но я думаю, лет 10 уйдет на создание такого самолета в новых обстоятельствах. Потому что на сегодня только две компании в мире, которые разрабатывают и могут поставить силовую установку для такого самолета. Это Rolls-Royce и General Electrics. Все остальные ничего похожего не выпускают. На сегодняшний день ключевой вопрос – это силовая установка. Помимо электроники, бортовых систем, которые сейчас как-то в каком-то виде будут импортозамещены на самолете Superjet и на самолете МС-21, то силовая установка – это такой большой мощности, это будет ключевой вызов. Надо понимать… И на ее создание может уйти до 10 лет? Ну, сертификацию и все сопутствующие? Я бы даже сказал так, что силовая установка – это, наверное, самый критический узел. И с точки зрения циклов разработки он существенно длиннее, чем самолет. То есть силовая установка создается дольше самолета. Если самолет – это 5-7 лет обычно, то силовая установка – это лет 15. Но надо понимать, что Россия не стояла на месте. Объединенная двигателестроительная корпорация занимается двигателем ПД-35 уже не один год. И поэтому уже какой-то задел есть. И будем надеяться, что, соответственно, он достаточно в обозримые сроки будет конвертирован в реальный коммерческий продукт, который станет на широкофюзляжный самолет. Сегодня у нас есть программа, запущенная с Китайской Народной Республикой CR-929, со штаб-квартирой в Шанхае и с инженерным центром в Москве, где коллективы из двух стран работают над созданием такого рода самолета. Ключевой вопрос – это рынок этого самолета. В России он все-таки не очень большой. Это 100 самолетов, 150. А для окупаемости такого рода программы надо выпустить их в тысячу. И здесь как раз партнерство с Китайской Народной Республикой дает дополнительный рынок, на котором такие затраты можно окупить. – Либо, опять-таки, просто нужно увеличивать количество людей здесь, на Дальнем Востоке, чтобы количество и перевозок увеличивалось. Ну, это уже разговаривать с тема отдельная. Арман, спасибо большое за беседу. Впереди действительно много работы, которую начали делать, но и много вызовов, на которые еще только предстоит ответить. Поэтому хочу пожелать вам удачи. Спасибо большое. До встречи. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok